В Муроме осветили центральный поселок и штаб. Более 20 улиц частного сектора оснастили светодиодами-светильниками. По программе главы Евгения Рычкова «Светлый город». За процессом следила наша съемочная группа. Подробности в сюжете. Последний фонарь на улице Полевой заменили в 2 часа дня. Несмотря на снегопад, электромонтеры управились в срок, оснастив новыми светодиодами целую улицу за полсмены. На Полевой поставили 16 штук. Улица Полевая застроена частными домами. Здесь нет большого автомобильного потока. Днем даже прохожих мало. Но это обстоятельство не отразилось на решении главы округа Мурома Евгения Рычкова заменить уличное освещение в так называемых сельских микрорайонах. После того, как в прошлом году светодиодами оснастили все главные улицы города, электромонтеры перешли в частный сектор. Везде все горят. Хорошо. Таким образом, всего лишь за неделю работы в Муроме дополнительно были освещены 24 улицы. Преимущественно частного сектора. Смонтировано 230 светодиодных фонарей. Уже освещены такие микрорайоны, как Карачарова, штаб, центральный поселок. Работа продолжается. Всего в рамках второго этапа программы «Светлый город» дополнительно светодиодными светильниками планируют оснастить порядка тысячи электроопор. После чего «Светлый город» превратится в светлый округ. Ольга Кирюшна, Александр Симонов. Новости Мурум.